Всем привет! Меня зовут Варя. Я учусь в специализированном учебно-научном центре имени Калмогорова, а также занимаюсь в Клубе юных искусствоведов Пушкинского музея. Сегодня в рамках проекта «Я покажу тебе музей», который состоится в Пушкинском музее 18 апреля, я бы хотела взять интервью у Елены Волковой, начальника отдела товаров и услуг Пушкинского музея. Для того, чтобы показать, что в музее работают люди с самых разных профессий, с самым разным образованием, а не только экскурсоводы и искусствоведы. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Только небольшое уточнение. У нас отдел называется отдел продаж товаров и услуг. Мы их продаем, а не просто создаем. Да, очень приятно. Ну, тогда для начала расскажите подробнее о своей работе. Как вы продаете товары и услуги? Хорошо. Я могу начать, наверное, все-таки со своей основной профессии, потому что, как вы уже сказали, здесь не только работает искусствовед в музее, я по своей основной специальности преподаватель биологии и практически психолог детский. Совершенно случайно оказалась в торговле. Я проработала 11 лет в магазине «Республика», где начинала от обычного продавца и потом стала управляющим магазином. А потом, ну, волей судеб, наверное, оказываются все в Пушкинском музее. Так получилось, что я здесь оказалась. Магазины, вы сами знаете, у нас они чудесные. Они маленькие, они камерные. Они вот прям такие вот для Пушкинского музея созданные небольшие. Вот. В нашем будущем, да, Пушкинском, который будет, наш квартал, там они будут просто огромадные, больших размеров. То есть там будет вообще представлено все, что только может быть представлено в музейном магазине. Вот. А пока мне приходится работать с тем, что есть. Это 56 квадратных метров общая площадь всех торговых точек. Вот. И количество посетителей, которые приходят к нам, да, очень хочется, чтобы они ушли, чтобы они что-то купили на память о музее, да, чтобы они обязательно еще вернулись к нам. То есть все наши продавцы, они именно на такой диалог настроены. Приходите к нам обязательно еще, потому что у нас еще появится вот это и вот это и вот это. Вот. Потому что основной, наверное, костяк наших посетителей – это наши постоянные, да, это наши гости, которые к нам ходят из года в год, да. Только там, ну, сейчас вообще туристический поток спал, и у нас мало туристов. Поэтому ходят наши постоянные люди, которые очень рады за то, что мы продаем, то, что мы им предлагаем. Вот. Мне, ну, я с удовольствием работаю, честно. Вот уже два с половиной года у меня отличный отдел. То есть у меня супер-супер менеджеры работают, которые по сувенирам отдельно, отдельно по книгам. Мы еще продаем права, да, потому что у меня отдел продажи и товаров, и услуг, да. То есть мы продаем права на картинки. Вот. То есть, ну, ну, классно. Честно, я очень рада, что я здесь. Пушкинский невозможно не любить. Все, абсолютно все, все-все мои коллеги, они каждое утро говорят, что мы бежим на работу, мы хотим здесь быть, да, и с утра, и до вечера. Да, то есть где вы можете меня найти в Пушкинском? Ну, это, правда, классно, честно. Вот. Это очень здорово. Такое ощущение, да. И вот такая интересная, действительно, история. Давайте, да, вернемся немного в прошлое, и расскажите, пожалуйста, о своем образовании. Я сама из Великих Лук, родом. Вот. Образование я получила в Апскове. Я окончила там в 99-м году педагогический университет. Вот. У меня был экспериментальный курс, да, такой. Потом его закрыли, потому что немножко несовместимы эти две профессии. Преподаватель биологии и практически психолог. Вот. Но на самом деле знания, полученные там, да, они... Это реально. Это просто очень нужно. Это важно. Я это понимаю сейчас. Мой ребенок, конечно, не совсем рад, да, потому что мама включает училку периодически. Вот. Но именно знание психологии детской, юношеской, взрослой, да, мне это очень помогает в работе. Вот. Как я говорила, что я работала в республике, я туда пришла уже довольно в сознательном возрасте. И все ребята, которые были у меня в коллективе, они... Ну, они были моими детьми, потому что им было там 18, 20, 21, 22. Я уже была достаточно взрослая. Придя сюда, у меня сейчас тоже коллектив обновился, да, то есть люди уже пенсионного возраста, пожилые люди, они уходят. Потому что темпы, которые в музее, темпы продаж, они нарастают с каждым годом, потому что мы над этим работаем. У нас увеличивается поток посетителей, у нас все растет, и просто это не может не радовать и музеи, и руководство, и всех нас. Поэтому коллектив тоже обновляется. Вот. Поэтому вот, собственно, если еще есть какие-то вопросы, по прошлому готовы. Ну, а почему все-таки Пушкинский музей? Почему вы решили именно идти в музейную среду? Так, я до того, как я пришла в Пушкинск, я работала в Российско-Военно-Историческом обществе. Вот. Ну, так, это, понимаете, это все получается волей судеб, наверное. То есть ты есть, ты на месте, да, то есть я в республике. Но где-то кто-то сказал, что вот есть такой человек, который может помочь открыть магазин, потому что я уже как бы доросла до того уровня, когда открывала новые магазины, да. И я оказалась в Российско-Военно-Историческом обществе. Там я открыла пять магазинов, плюс еще торговые по всей России. Где-то кто-то, давайте в Пушкинске тоже ее попробуем, возьмем. Вот, получается, что я появилась в Пушкинском. Вот. Потому что, ну, всегда меняется что-то, да. Руководство принимает решение о том, чтобы сменить кого-то на той или иной должности, да. И я появляюсь вот, собственно, в Пушкинском. В декабре восемнадцатого года я пришла. Вот. И просто счастлива каждый день здесь быть. Это правда. А что вы испытали, когда вас пригласили в музей? Было какое-то такое шоковое состояние, что вот музей, что-то новое? Ну, да. Да, необычно, интересно. То есть само вот это ощущение, да, присутствие, приходить в музей на работу, да. У меня ребенок, он просто, да, он со мной тоже приходит на все выставки новые сюда. И он удивляется, то есть говорит, ты каждый день мимо этого проходишь. То есть просто он заходит каждый раз, и для него это просто вау, да. А ты бегаешь, согласовывая бумажку туда, согласовывая бумажку сюда, да. Ты мимо этого пробегаешь, и это уже просто все твое, да, все родное. Ну, как и дома, да. А любой другой человек заходит, и он просто вот какое-то благоговение испытывает от этого всего. Я в первые, да, наверное, дни, месяц, наверное, месяца три. Я просто ходила, я все узнавала, понимала, что где, да. Потому что это нужно для работы знать, понимать, какой это зал, где он находится, что здесь. То есть, да, потому что все собрадобственное, которым мы занимаемся, перед тем, как она появляется на полках музея, да, нужно видеть сам этот объект. То есть нужно понимать, да, вот его видеть, чувствовать его, как это получается. Потому что мы же просто все-все-все до нюансов согласовываем потом с нашим директором. Вот, цветопередача, кадрирование, да, которое нельзя, они допускают некоторые художники, правообладатели. Вот, ну, это правда. Это был восторг. Я с большим-большим удовольствием приняла это предложение. Хотя какое-то время тоже рассматривала, потому что это бюджетное учреждение, это федеральное учреждение, не коммерческое учреждение, да. Вот, нужно понимать, куда ты идешь, вот. Но передо мной стояли очень четкие задачи, да, которые поставил передо мной руководитель. И я, взяв на себя это обязательство, понимала, что, ну, я не могу отойти. Вот, я приняла этот вызов, я очень четко иду к нему и понимаю, вот. Да, эта цель и задача должна быть выполнена мной там в ближайшие вот несколько лет. Ну, а потом музейный квартал – это вообще просто фантастика пока для меня, потому что там будет 700 квадратных метров площадей торговых, да. И можете представить, я сказала, да, сейчас 56, а будет ого-го, да. И ты просто понимаешь этот размах, это будет просто колоссально. Вот. Мы смотрим все вперед, мы смотрим все в будущее и живем уже этим, да. И каждый день обсуждаем с коллегами, как это будет, что это будет. Вот. То есть нам еще расти и расти, как и Пушкинскому, собственно. Мы будем ждать, конечно, открытия музейного квартала. Да. А пока расскажите, не портит ли такая ежедневная рутина работы в музее, какое-то впечатление от произведения искусства или вообще от такого вот института, как музей? Нет, ни в коем случае. Понимаете, количество запросов, которые приходят, да, потому что вот девочки, которые возглавляют сектор продажи прав, да, я на самом деле узнаю очень много нового каждый раз, да, там, если что-то по Японии спрашивают. Ты просто даже не ожидаешь и не осознаешь, да, каким богатством обладает музей. Вы же знаете, какое количество экспонатов у нас выставлено, да, и какое количество находится в запасниках. И ты все время просто думаешь, боже, какие несметные сокровища. Они реально несметные, да. Только 10 тысяч, думайте, 10 тысяч японский гравюр хранится в Пушкинском, да, а Японию обожают все абсолютно. И каждый день сталкиваясь с этим, да, там новый постоянный человек приходит. Мы готовим ему презентацию. То есть понятно, что есть шедевры. Вот просто топ шедевров, которые все запрашивают, которые все любят. И придя в музей, они хотят унести частичку, да, там, которая на сувенирах у нас изображена. Вот, но мы хотим предложать и предлагать и показывать, какие несметные сокровища просто хранятся в музее. Их просто, ну, неограниченное количество. Египетский зал, он волшебный. И ребенок его обожает. И все дети его любят. Да, вот мы сейчас хотим новую линейку сувениров запустить со скульптурами. У нас очень хорошо зашла кошечка. Ее все полюбили, что она живет у нас на полочках. А теперь мы хотим и скоробея, и птичку. Ну, я пока их так называю бегемотики, да. То есть мы все-все-все вот это вот хотим показать, рассказать, какие удивительные экспонаты живут. Вот, нет, каждый день ты что-то открываешь новое для себя. Поэтому с удовольствием. Вы упомянули о вот этом новом проекте скульптурами. А есть не секрет. Расскажите, пожалуйста, над чем еще вы работаете в данный момент. Расскажите, пожалуйста, над чем еще вы работаете в данном проекте скульптурами. Коллекция, она сейчас представлена, как я уже сказала, топовыми. Вот, но мы и о других шедеврах, которые и в галерее представлены, и в главном здании представлены. Мы готовим новую линейку сувениров, так называемая, по основной коллекции. Да, то есть не просто подвременные выставки, потому что оно, вот оно сейчас, оно закончилось, и все, как бы люди уже не понимают, что такое восточный джаз, когда он был, к чему это было выпущено. Поэтому по основной коллекции мы готовим линейку сувениров к лету. Вот, это и вейсболки, и зонты, и дождевики. Это коллекция эко-сувениров, да, потому что и директоры, и все-все-все это очень любят, чтобы это было представлено в музее. Вот, потом у нас, ну, мы уже начинаем смотреть далеко-далеко вперед. Это будет Морозов, это будет наш очередной блокбастер, и мы начинаем уже о нем мечтать и думать. Вот, ну, это каждый день, понимаете? Новые поставщики, они же тоже, да, они стучатся к нам, там, здравствуйте, мы такие-то, такие-то, а давайте что-то новое придумаем, сделаем, да. Вот, поэтому этот процесс, он каждодневный, абсолютно, да. Новые презентации, они предлагают, мы рассматриваем, смотрим. Но мы, правда, очень ограничены в площади сейчас, это очень жалко, да. Вот, но в ближайшее время появится официальный интернет-магазин музея, который в ближайшее время закрыт, но товары Пушкинского представлены на маркетплейсах, там, на зоне, на лабиринте, да, скоро пополнен вот всеми-всеми этими новинками, которые мы готовим к выходу. Все скоро будет. Будем ждать. Да. Такой вопрос, какое самое популярное, что самое популярное среди сувениров? Какой-то самый популярный сувенир или самый популярный тип чего-то? Он есть, да, он есть, топ-продаж, так называемый, да, который мы отслеживаем, вот. Это всегда товары, которые все-таки приурочены к выставке, которая проходит в музее, да. Вот как сейчас у нас проходит Белвиола, поэтому на первом месте у нас каталог Белвиола. Потом все, что следует к этой выставке, то есть это магнит, это открытка, это футболка, да, эти товары, они всегда попадают в топ, вот. Вот. Самые популярные, их можно, наверное, назвать, там, по пальцам перечислить, да, то есть, как я сказала уже, открытка, магнит, блокнот, то есть вся наша основная сувенирная линейка, которая выпускается под выставку. И по основной нашей коллекции, она тоже вся представлена в магазинах, вот. Они самые-самые популярные, вот. Поэтому каталог, всегда каталог будет на первом месте. Это ура. Ну, собственно, я, наверное, довольно простой вопрос. В чем конкретно людям в вашей профессии, тем, которые занимаются продажами, например, сувениров, нужны знания про искусство, по искусствоведению, про историю искусства? Как это может помочь в работе? Вы знаете, наверное, все-таки я работаю всегда в команде, да. Вот я одна не смогу, да, не создать этот продукт, не потом продавать его, да. Мы сейчас задумываем новую коллекцию сувениров по Египту, и для этого у меня есть наш отдел, да, отдел Египта. И я всегда туда иду и спрашиваю, потому что, ну, я, да, это правда, да, мне этих знаний не хватает, их не может быть, понимаете. Поэтому есть на каждом месте свои сотрудники, да, там, редакционно-издательский отдел, с которыми мы работаем над книгами, отдел Древнего мира, да, там, наша уважаемая галерея. Мы всегда приходим к ним и спрашиваем. Они нам помогают, они нам подсказывают. Мне кажется, это просто замечательно, потому что мы отдел, который вот таким образом взаимодействует абсолютно со всеми отделами, да. Будь то это продажа или изготовление и продажа сувениров, продажа прав, то есть мы абсолютно со всеми коммуницируем. Это здорово вообще, вот. А если смотреть в обратную сторону, нужно ли людям искусство, знание о, например, каких-то точных наук, о естественных науках? Зачем, почему, какими науками они потребуются? Людям искусство, знание, да, еще дополнительное. Мне, знаете, кажется, вот я смотрю на наших сотрудников, вот, они все настолько погружены и увлечены тем, чем занимаются они, да, и вряд ли они куда-то там выныривают для того, чтобы это что-то узнать. Нет, они прямо живут в своем мире, вот они как в своем поконе, да. Может быть, оно им просто по жизни где-то нужно, да. Но для того, чтобы что-то, что-то там делать в музее, да, у нас есть отдельно, отдельно разные отделы. И они идут туда, они там помогают, идут туда, и эти там им помогают. Я не думаю, что им нужны какие-то другие науки, кроме своей. Это просто, это настолько люди с тонкой материи, они сотканы просто. Вот просто каждый хранитель, да, когда ты с ним сталкиваешься, общаешься, ну, это удивительные люди. Они живут в своем мире, существуют в своем мире, и мы здесь им такие все, тук-тук, пожалуйста, 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 нам нужно это, нам нужно это. Потому что мы общаемся как бы уже со всеми людьми, которые приходят в музей. А они вот там, они за стеночками, они у нас спрятаны очень аккуратно. Но это мое, правда, ощущение, вот от общения со всеми этими удивительными людьми. Мы нет, мы открыты абсолютно всем. Они, я думаю, что нет. Очень закрыты. А чем вообще, по вашему мнению, различается восприятие мира у людей искусства и у тех, кто, ну, не занимается искусством так вот профессионально, не погружается в этот свой мир? Ну, вы знаете, мы вот просто сегодня как раз обсуждали премию, это презентация у нас будет 14-го числа, да, путешествия по Египту, Живаго. Вот, и мы как раз говорили с моим менеджером, заказывали книжки, которые будем на этой презентации представлять. И листая вот просто ее, вот эти все архивы, да, то есть это очень-очень много фотографий, очень-очень много материалов, да, вот, что они, они где-то вот там, реально вот назад, да. Мы говорим с девочками всегда о том, что здесь, сейчас, и то, что будет завтра, и то, что будет, да, через полгода, потому что мы же прогнозируем, мы должны анализировать, смотреть вперед. А они, они все где-то вот там, понимаете? Они вернулись в это прошлое, да, они в нем погружены вообще. Ну, я правда говорю, я восхищаюсь этими людьми, которые занимаются этим, которые занимаются архивами, да, Пушкинского. Вот, очень-очень все интересно. Правда, классные товарищи у нас. А если тогда говорить о перестающем поколении, многое внимания в школе уделяется именно точным наукам, естественным наукам, языкам, об искусстве как-то обычно говорится реже, или только в начальных классах. Важно ли вообще говорить с молодежью об искусстве, и понадобится ли она им? Ой, вы знаете, мне кажется, это очень важно. Я вот просто, у меня ребенок в пятом классе сейчас учится, да, и я вижу, как им этого не хватает, вот. Он у меня ходит на занятия в музей, но у нас сейчас тема «Древний мир», да, то есть то, что он выбрал, то, что ему интересно, и он просто гуру, он спец на истории, потому что он все знает, он все отвечает, потому что знания, полученные в музее, на этих занятиях, да, они ему дают это, да. Учитель, он просто там был, он просто спросили там, откуда ты это знаешь, откуда ты, где ты это слышал, да. Вот. Я слышала это в музее. Ну, это правда, это круто. Вот. То есть родители обязательно должны приводить своих детей в музей, потому что этих знаний просто в школе они не могут получить. Это, правда, очень-очень большой пробел. Вот. У нас в прошлом году у нас был цикл по импрессионистам, да, и он там где-нибудь доблеснет этими знаниями. Но это, правда, замечательно. Нужно обязательно. И этого, правда, очень не хватает. И все вы, которые ходите сюда к нам и в Юс, и в Сион, это просто вы удивительны, потому что вы живете в этой атмосфере, вы этим напитываетесь, вы знаете все, вы, мне кажется, и смотрите, и думаете совершенно по-другому, потому что я это вижу по своему ребенку, правда. А если говорить о знаниях, вот знания по истории, полученные в музее и в школе на уроке, они будут как-то отличаться? Да, конечно. Школьные учебники – это просто ух, я вам скажу, да. Когда откровенно учитель по биологии, да, вот я вам уже сказала, что я преподаватель биологии, да, и мой ребенок, готовясь к работе, говорит, в учебнике этого нет, нам сказал учитель, но к этому нужно подготовиться, вот. То же самое преподаватель по истории. Этого нет в учебнике, вы должны найти это самостоятельно, то есть, понимаете, и мой ребенок, да, он эти знания черпает здесь, да, потому что у нас обязательно подготовка к следующему занятию, нужно что-то прочитать, да, он замотивирован на это, чтобы узнать больше, поэтому школа – это, боже, я, правда, я в шоке немножко, я не знаю, как вы отучились, но это просто сегодняшний учебник и сегодняшняя школа, конечно, всех подвел очень и удаленный режим, да, и дистанционный наполовину, но мне очень жаль, вот, правда, пятый класс, такой сложный, переходный, и я чувствую эту нехватку знаний у ребенка, поэтому мы с радостью входим сюда, мы узнаем что-то новое, и он, я это вижу, да, ему это прямо очень нужно и помогает. А как можно заинтересовать ребенка или школьника постарше в искусстве, как, чтобы он сам потом был замотивирован и хотел ходить в музей, смотреть на это, интересоваться? Ну, вы знаете, наверное, все-таки это зависит от каждого ребенка, да, то есть индивидуальные какие-то особенности должны быть, да, потому что, опять-таки, по примеру своего ребенка могу сказать, вот, ему нравится древний мир, ему понравился импрессионизм, но ему не понравились старые мастера. Он сказал, я никогда не буду это смотреть, я никогда не буду про это читать, вот, мне это неинтересно, да, то есть здесь просто, наверное, склад характера ребенка, да, какой он, чем он хочет заниматься, вот. Заинтересовать-то можно, да, на какой-то там момент, период, возможно, да, различные мероприятия, которые проводят музеи, привлекая детей сюда, да, на нашей площадке, и я покажу тебе музей, который пройдет у нас скоро, ну, их нужно звать сюда, просто так они не пойдут, им нужно об этом рассказывать, звать, приглашать, посмотрите, как у нас интересно, тогда они пойдут, и они будут здесь жить, потому что детки, которые живут здесь, и потом выпускаются, и возвращаются, они все просто с таким восторгом рассказывают, как замечательно здесь было когда-то, вот. Ну, собственно, Пушкин с кем всегда жил, развивался и будет жить и развиваться дальше, вот. Давайте теперь вернемся к связи науки и искусства. Как учители по биологии, вы видите какую-то связь между в целом наукой и искусством, и конкретно между биологией и искусством? Ну, прямо насчет биологии и искусства не знаю, наука и искусство, наверное, да. Как сказали бы, научники, конечно, они очень даже тесно связаны, потому что мы же видим, да, что они занимаются, что они проводят раскопки, они проводят исследования, и это и называется их научной деятельностью, да, то есть они работают. Но, конечно, хочется, чтобы больше выпускалось книжек, потому что для меня это является, для меня, как для продажника, это является предметом, да, вот, собственно, конечным каким-то предметом их творчества, а для меня это уже продукт, который я могу продавать дальше, вот. Хочется, чтобы этого было больше, наверное, потому что мне кажется, что в Пушкинском очень много научных сотрудников, все они чем-то занимаются, вот. Поэтому хочется, чтобы их было больше и больше, вот, этих продуктов. Вот она и есть связь, то, что получается в итоге. И давайте поговорим о вашем личном мнении, вот какую роль вас в вашей работе, главное, в вашей жизни играет искусство? Ну, честно, всегда любила ходить, всегда ходила, где бы ни была, да, то есть ты всегда идешь в музей, потому что какой-то центр в любом крупном городе, да, ты знаешь, там, приезжаешь ли ты в Париж, что ты обязательно должен прийти в Увр, да. В Москве по музеям я начала ходить с ребенком, честно, вот. Это было в первом классе, в парке, музее, усадьбе, есть такое, такая олимпиада, которая проходит школьная, вот. И мы начали ходить по музеям, начала с ними знакомиться. Просто так, наверное, у меня не получалось, потому что не было свободного времени, это честно. Когда ты работаешь в коммерции, да, то ты прям с утра и до вечера занят, 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 да. А с ребенком я открыла для себя очень много музеев. Мы, честно, за четыре года мы с ним прошли, наверное, все. Вот в центральном округе это точно все, да, и музей задорожного, где мы только не были. То есть мы ездили и все пригородные музеи. Мушкинский проход открыт у тебя уже просто. Ты можешь просто приехать к коллегам, да, и просто поговорить, просто посмотреть и на все закрытые показы выставок попасть. Вот. Поэтому, ну, я с удовольствием. Правда, для меня это просто новый мир, который, да, ты попадаешь, ты открываешь его для себя. Вот. Поэтому вот так, наверное, да. До этого нет, честно. Я просто признаю честно, что для меня это было немножко закрытая территория, потому что я все-таки была книжником, я работала в республике, и поэтому для меня больше были, наверное, вот интересные разные выставки, да, то есть не музейная деятельность, а именно вот такая, которая связана с коммерцией. А если говорить о вашем детстве, есть ли у вас какие-то воспоминания о музеях или, возможно, первой встрече с искусством, какие-то яркие воспоминания, какие-то первые впечатления от музея? Да, конечно, они были. У нас в Великих Луках очень крупный музей, который посвящен Матросову, да, ну, подвиг Матросова, все такое, это Великие Луки. Потом это школа, это Питер обязательно, экскурсии, поездки в Питер, вот, ты помнишь Эрмитаж, это было, наверное, в классе шестом, вот, но это все, понимаете, как бы, да, там, ребенок, если бы я занималась искусством, да, там, если бы я рисовала, то я бы, наверное, смотрела все-таки по-другому на все это, вот, но я всегда занималась танцами, я занималась пением, вот, это немножко другое получается, я в другую сторону смотрела. Музеи, я говорю, я открывала для себя, наверное, только в Москве, когда вот уже с ребенком ходила по ним, а так и с детства, вот, только первые воспоминания – это Эрмитаж, да, но это какой-то масштаб, это что-то такое огромадное, да, в Москве не помню, потому что нас привозили, тоже детей привозили, куда-то водили, ну, честно, не помню, вот, честно. Ну, что ж, ну, мы на такой ноте можем завершить наше интервью, спасибо большое. Класс, спасибо вам огромное. Мы приглашаем всех на «Я покажу две музеи», напомню, акция «Я покажу две музеи» будет проходить 18 апреля в Пушкинском музее, ждем всех. Приходите все, мы тоже придем обязательно. Спасибо вам, удачи. Спасибо. Спасибо.